Кто у нас? Где там у нас? Кто старший? Михаил, вы почему прячетесь от людей? Ну как же прячетесь? Я же прям вышел и остановился. Вы прячетесь от людей, которые в Хабаровске вчера вас ждали, многочисленные... Большую численность, вы сами знаете. Они хотели пообщаться с вами, чтобы вы ответили на их вопросы, насущные, больные. О том, что нужна помощь Фургалу. Их любимому, нашему любимому, я за него голосовал, житель Хабаровского края, конкретно Ванину. Поддерживаю хабаровчан, поддерживаю Фургала, болею за это. А вы за это не болеете и не поддерживаете. Вы занимаетесь тем, что и без вас всегда делалось. Подготовка к первому сентября, это делается годами. Вы просто сбежали, это мое мнение, вы сбежали вчера от людей. И не решаете их главную проблему. Помочь Фургалу, помочь своему человеку. Ему помощь нужна. Я услышал вас, давайте определим с Сергеем Ивановичем Фургалом. Первое. Вы член ЛДП? Нет. А я да. Это мой однопартиец. И как меня резанул его арест, это вам никто не передаст. Понимаете? Действия нужны, нужны действия, а не слова. Слушайте меня внимательно. Я к диалогу готов с людьми. Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Вот с вами я могу пообщаться. Вас здесь несколько десяток. А можно сказать? Вы меня слышите. Я вас слышу. И мы, конечно, Сергей Иванович, как партия, будем оказывать поддержку. У меня миссия другая. Вы говорите, и без вас здесь идет подготовка к отопительному сезону и к первому сентября. А как без руководителя это будет подготовка? Вы сами подумаете. Край обезглавлен. И у меня задача, как временного исполняющего обязанности, все процессы наладить. Вот и вся моя миссия. Поэтому к людям я выходил. Я сейчас дам всем слово. Ребята. Вчера были цены. Цена на бензин. Вы вчера были... Ну вы согласны с... Говорят про то, что... Вы согласны с тем, что краю руководитель нужен? Пусть и временный. Да или нет? Подождите. Да? А почему... Нужен руководитель, который будет общаться с людьми. А я что сейчас делаю с вами? Вчера в Хабаровске люди пришли, чтобы выразить свое мнение, чтобы вы помогли им. Вы отказываетесь им помочь. Вы сбежали. Не надо. Вы вчера не были там, где люди вас просили быть. Не надо. Я под тиктоку никуда не выхожу и вам не советую. Надо все уважать. Вы совестью своей должны диктовка у вас должна быть. Моя совесть в порядке. Я с народом с вами буду работать в краю. Вы приезжайте, вам рассказывают, что происходит. На самом деле все происходит вообще не так. Давайте теперь... По одному, ребят. Смотрите, как происходит. Вы говорите, я был в больнице, там все делают. У нас, чтобы попасть просто на УЗИ, нужно там три недели отстоять очередь. Я знаю это точно. И так всегда. И это уже не первый год. У нас нету ни медицины, ни хрена. Мы готовимся к первому сентября. Мы все время покупаем учебники на каждого ребенка. Там три-четыре тысячи надо. Это все вот вранье, что у нас все готово. У нас полностью разруха везде здесь. Кто это говорит, что здесь все готово? Вот стоят люди. У кого что готово? Кто платит за учебники? Даже за три тысячи транспетра УЗИ пойти сделать, нужно две-три недели очереди отождать. Можно умереть, пока ты дождешься этой помощи. Вот поэтому я остановился, чтобы это услышать. И вот здесь есть... А то, что рассказывают, вот у нас здесь хорошо. Да нету ничего здесь хорошо. Это благодаря Единой России, которой вы помогаете в данный момент. Ребят, я никому не помогаю, кроме государства, удерживать здесь обстановку. Я был в Единой России два года и оттуда сбежал. И не надо мне рассказывать, как там и как здесь. Я знаю многое. А топливо почему? То, что... Она только растет. Мы только обнулились и сразу у нас на 20% выросло топливо. Было 46, сейчас 52. За две недели. По медицине, значит, принимаю. Вот исполняющие обязанности зампреда правительства здесь по социалке. Никто еще из чиновников не утвержден. Все витринные мероприятия, которые для меня проводятся, вы думаете, я этого не вижу и не понимаю? У меня миссия как раз такая. Проехайте своими глазами, посмотрите. Ну вот, взять медицину, смотрите. У меня... Очередь принимается. Все там проблемы. Мне, чтобы съездить к кардиологу, мне надо выбить за месяц направление, извиняюсь, конечно, за материю. И ехать в Хабаровск его везти, потому что более-менее кардиолог, это в Хабаровске. Комсомольский, Комсомольский, Хабаровск. У нас здесь даже УЗИ толком не могут сделать. Это что за ерунда такая? Потому что, когда мы приедем на рабочее место, я вас буду собирать и драться. Нет, просто уверяю, это не первый год, это 5-10 лет у нас просто элементарных вещей нету. Почему народ озлобленный? Потому что нету ничего. Нету ничего. Нету ничего. Можно надеяться только на себя, ни на кого. Он принимается, и вы, люди, в этом плане мужественные, я сделаю так, чтобы чиновники исполняли свои обязанности. Фургал приезжал сюда и собирал людей, и с ними разговаривал. Мы не должны вас на дороге останавливать, вы должны нас собирать и нас слушать. И с нами разговаривать, так же, как с Хабаровскими вчера, людьми с Хабаровскими. А вы бегаете, а мы должны вас ловить тут. Вот это нам надо. Не надо, не надо. Я ни от кого не бегаю. Я на своем рабочем месте. Три дня. Три дня. Правильно, вот это правильная работа, чиновники. Вот начали работать, раньше так не делали. Вот вы просто, ребят, сами представьте. Скажите по топливу, когда-нибудь решится вопрос у нас, почему у нас такое дорогое топливо. Правильно. Вот идите. А мы вот на дороге вас вывали, чтобы вам это сказать. Я здесь стою. Я здесь стою. И во-вторых, вот подождите, правильно было бы, чтобы люди сами выбрали руководителя. Они так прислали нам вам, и мы должны радоваться. Слушайте, стоп. Ребят, выборы, выборы в 21-м году. Вот вы будете выбирать всех губернаторов. По мне уже вопрос, мы это обсуждали. Люди возмущены тем, что мы не выбрали сами, мы должны сами выбирать. Если вы скажете мне идти на выборы, а Сергей Иванович к тому времени не оправдает, ну, значит, будем думать. Ну, мы будем говорить, что его оправдают. Да вы сейчас себя ведете, вам никто не скажет. Скажите, пожалуйста, по поводу топлива. Не пропустите, девушка. Основная проблема, что здесь нет конкурентов Трансбункеру. И топливо, которое сегодня... Да как нет? Здесь урелье есть, урелье есть, капелло. Там, кто откуда везет топливо, тоже мы знаем. Поэтому здесь нет реальной нормальной конкуренции местной компании Трансбункер. Ее основные заправки, на 90% здесь все заправки одной компании. Здесь оно производится, это топливо, практически. Не практически, а все, что Трансбункер продает, что производит его завод здесь. Это неправда. Оно и продается, реализуется. У меня больше доверия к словам. Это неправда. Марченко практически 50 на 50. АЗС Марченко, которому постоянно не дают топливо, даже вот чтобы он обеспечивал услугами. Он не может купить себе столько топлива, сколько он хочет. Марченко, Павел Антонович. У него одна заправка. У него три заправки. У него три заправки. Что половина заправок Трансбункера. Значит, ребят. Марченко, в основном этот разговор. Дарья Викторович, я вас понял. Вашу позицию я понял. Значит, у меня просьба такая. У нас мэр, точнее, глава Ванинского района уехал уже. У меня просьба вот этого Марченко, это маленький предприниматель. Я его знаю. Сделайте мне с ним встречу, чтобы мы увиделись. И ФАС я подключу на уровне Артемиева, чтобы здесь конкуренция была нормальная. Потому что монополия, это неприемлемо. Это убивает малый и средний бизнес, который на Баку. Первая у меня информация. Я за трое суток успел кое-что уже увидеть. И, конечно, это позволяет обогащаться серьезным дядям. Нас это не устраивает. Если ЖКХ здесь, давайте и по ЖКХ поговорим. Почему у нас такие просто космические цены? Вот у меня трехкомнатная квартира. Мне в общем сложности за все нужно заплатить 15. Я живу в Ванине. Мне около 15 тысяч, свет, отопление, все вместе заплатить. При зарплате пожарного 25 тысяч рублей. Как я должен жить? Да, с тремя детьми. Опять же, пенсионеры. Опять же, пенсионеры. 18 тысяч пенсия, полуторка квартира здесь, на Копинском жилмассиве. 10 тысяч коммуналка. Ребята, вы меня извините, о чем сейчас речь идет? Мы сейчас идем в поддержку фургала. Она в сушных проблемах. Правильно, так поехали. В чем дело? Почему нам мешают? Куда? На площадь, куда? Пройдем. Ну что он решит? Ну что он решит? Он услышит в РИО губернатора ответы на все вопросы поставлены. Он пытается, возможно, что-то решить? Это будет площадь чистой воды. Кто вас на площади услышит? Да, пожалуйста. Езжайте. Вас там ждут. Значит, коллеги, внимание. В Хабаровске тоже на площади люди. Почему дорого услуги стоят? Я, в принципе, уже разобрался. Здесь топит мазут. Ну, вы понимаете, мазут стоит дорого. Правильно? Да пускай нам платят денег, чтобы мы могли жить нормально. Пускай нам платят больше денег. Либо пускай компенсируют основные. Основная котельная война мазутная. Основная, а остальные белые, 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 белые. Здесь 80% это основная котельная. А на Копинском. На угле на тарифы у нас дупые. Никто не может обмануть эти тарифы, которые... Ребята, по поводу тарифов региональной энергетической комиссии я ее соберу в ближайшее время. Мы посмотрим все тарифы, посмотрим, что туда запихивали прежние товарищи, включая предпринимателей крупных. Мы знаем, Росгидро здесь серьезно. За свет тоже 400 копейками киловатт стоит. И будем смотреть, как снижать. Я не могу вам обещать снизить тарифы завтра, потому что я еще в этом не разобрался. Я здесь работаю 4 дня. Понимаете? Я и обещаю разобраться. Там, где будет моя воля, как в Рио губернатора, до сентября 2021 года. И будет возможность перевести некоторые котельные с мазута на газ или на уголь. Будем это делать. Деньги в крае есть. У нас, чтобы вы понимали, из федерации очень много денег приходит. Почему из Ванинского района сделали промзону? Промзону. К морю подойти не можем. Рыбу поймать нельзя. Кстати, сейчас собираются строить на мысе Веселом новый терминал. Это последний пляж. У нас построили два терминала, забрали два пляжа. И остался последний. И там строят новый терминал. Это будет последний пляж, где могут отдохнуть. Два района. Ванинский и Совгаванский. Все. Почему у людей не спрашивают, о чем тут терминалов? Строят их или нет? Пришли просто строят их. Сделаем промзону просто. Не разберусь. Услышал это. Остался последний пляж. Вот именно, собирали подписи. А один фикс загнали туда технику. Уже загнали. Приехали, порешали, никого не спросили. Хотя бы какие-то общественные слушания проходили. Ну даже с детьми негде отдохнуть. Я полностью вас поддерживаю в этом. Если есть у народа желание там купаться, отдыхать, а кто-то хочет туда зайти и что-то построить, и нет на это воли и разрешения краевого правительства. Они уже зашли и начали строить. Знаешь, будем поправлять с природоохранной прокуратурой. Вот и все. Ну что вы не знаете, как механизмы работать? Прородоохранной мы работаем. Про порт сколько бились, выписали там штрафы. По дорогам можно вопрос. Нам говорят, что Бога горит, который ремонтами дорог занимается. А дороги-то-то мягко сказано. У меня к вам встречный вопрос. Сергей Иванович Кургал, он этим начал заниматься? Да или нет? Вот этим вопросом. Значит, я продолжу все, что он делает. Вот и все. По крайней мере, до сентября 21-го года. Гога не дают деньги на дороге, говорит мне. У меня жена в Белом доме, вот работа у нас, я у нее спрашиваю. Говорю, Ира, почему у нас как бы деньги там не выделяют Белый дом? А он говорит, в последний день, Орлов все украл, денег нету. На дороге денег нету у нас выделить, говорит. А Гога там, он на даче за свои деньги, народ скидывался, он асфальт кидал за свои деньги. У нас вот на токе вы ездили на терминал, видели какая-то... У меня слов нет, ребята, от количества проблем, которые свалились. Асфальт кидал за свои деньги. Они не свалились и не накапливаются. Основной вопрос, вы фургалу собираетесь помочь? Каким образом? А вы подумайте, каким образом. Люди предлагают, людям предлагают... Как помочь? Скажите мне, я... Как это адвокат у него? Который никто не знает, ни семья не знает, откуда этот адвокат. Кто это? Какой-то военный адвокат. А вы не знаете, почему правительство молчит и никак не освещает это все? Почему не скажут эти доказательства, что реально вот он убийца, там он заказчик? Ребят, все, что я могу сказать, как угол, должностное лицо, я не могу комментировать и давать оцену. Ну вы как человек думаете, что по этому поводу... Как человек, я считаю, что надо доверить... Нужно ли им доверить? ...суду, то, что суд должен быть открыт, я поддерживаю. Потому что если есть доказательства, народ хочет... Хабаровский, чтобы он... Стоп, народ хочет это видеть и слышать. Потому что если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать. Мы не верим в османному суду. Вот, по поводу территориальности. Требование хабаровчан разумное. Его будет, сами понимаете, принимать это решение наверху судебное руководство. Ну не Дегтярев на это будет влиять. Понимаете? Так поддержите официально хабаровчан. Вы первый раз об этом сейчас сказали. О том, что вы поддерживаете хабаровчан в их требовании о проведении открытого суда. Первый раз сейчас об этом сказали. Вы должны были вчера это в Хабаровске сказать. Ну хорошо, что хоть сейчас сказали. Вы скажите это и как-то оформите письменно со своей подписью. Не надо, ребят. Почему нет? Не надо письменно ничего оформлять. Есть должностной регламент мой, как в Рио губернатора и было у губернатора Фургала. Никаких судебных... Точнее, никаких умозаключений, ни о каких судебных разбирательствах, ни я, ни он бы не могли бы сделать. Это запрещено законом. Как человек я вам высказал мнение. Это мой товарищ. Меня резануло. Праведный гнев понимаю. По иностранцам раздули. Что иностранцы организуют, якобы я сказал, протест. Но это же ложь. Я сказал, что в городе присутствуют иностранцы. Это правда. Они в любом городе присутствуют. Мы знаем, что они здесь, в Хабаровске. Мы знаем, что они выходят. Организаторы они или нет, я не знаю, как и правоохранитель. Поэтому... У нас нет организаторов. Вот у нас люди все. Я знаю, что это просто простые люди вышли. Беспредел достал всех. Беспредел. Вот просто бездействие власти. У нас ничего не происходит хорошего. Столица неприятна, потому что Хабаровск крупный город, в котором живут очень хорошие люди, с мощной экономикой. Он был, есть и будет для меня столицей. Дальний центр принял решение на этот счет. Ну, давайте пока с этим жить и сделаем так, чтобы все вернулось обратно. Хотя, в принципе, я вот с вами согласен. Хочется ребенок, чтобы можно было в больницу, если заболел, чтобы не переживать, чтобы его нормальный врач вылечил и все. Да какая разница, где это будет? Вот где будет эта столица? Хоть во Владивостоке, хоть в Благовещенске. Абсолютно нас нравится. Вот здесь я с вами согласен. Дороду хочется жить хорошо здесь и сейчас. Вот здесь я с вами согласен. И в Хабаровске, нигде. Что столичный статус, он не принимается и не решается розчерком пера больших руководителей. Это уровнем жизни должно определяться. Вот Жириновский, мой босс, говорит партийный. Хабаровизация всей страны. Но он имел в виду, что демократизация после выборов фургала. А я считаю, что хабаровизация это... Это освобождение после лагеря и заселение Дальнего Востока, что ли? Нет. Нет? Это же как бы ваше же... А я считаю, что хабаровизация это должно быть течение такое, когда уровнем жизни, зарплат, качество государственного управления, Дарья Викторовича, мы будем показывать тем, что вот она хабаровизация. Величие, гордость вернуть. Поэтому, ребят, я очень... Долго ждать. Хочу с народом общаться и буду общаться. Почему вы не будете партийный партийский? На разных... Объясняю. Объясняю. А. Потому что первые два дня мне орали под окнами Дегтярев, выходи. У меня такой характер, что я по требованию не выхожу. Ну понятно. Это неприемлемо. Исполняющие обязанности должны выйти к людям. Я выйду и не раз. Я уже со многими людьми общался. Вот это не люди, что ли? Это люди. Они тоже хабаровчане такие же, как вы. Кто-то работает в администрации, кто-то работает в полиции, кто-то охраняет меня. А почему кто-то сидит в своих креслах давно, но проблемы не решаются. Они все голосовали за фургала. Они все голосовали за фургала, эти люди. Да я не могу вообще в этом даже сомневаться. Но фургал сегодня в сложной жизненной ситуации. А краю нужен руководитель. Поэтому к народу выходил и буду. У меня просьба такая от ваненцев. Определите кого-то, с кем я буду общаться. Такой лидер мнений. Ну кто-то, наверное, из вас, коли вы здесь. И я в ближайшее время буду собирать общественность. Вы сами прекрасно понимаете, что с тысячей человек разговаривать тяжело. Мы можем продолжаться так. Но кого-то определите, условного представителя. Может быть, это вы. Нету, может, тысяча человек. У нас активных придет, если... Я приглашаю, или по видеосвязи мы будем общаться, или лично. Все тому подобное. Согласны? Мы хотим вернуть нашего. Мы вас слушаем. Слушаем вас. Смотрим на ваши действия. Есть претензии по первым четырем дням? Есть, конечно, большие. Давайте поправимся. Какие? Помощи в фургалу нет. Избегайте хабаровчан, людей. Убегайте от... Ребят, вот смотри. Которые вчера собрались и вас ждали. Все хотели пообщаться так же, как мы сейчас. Ну вот представьте. Вы когда-нибудь общались на аудитории, условно, в пять тысяч человек? Да или нет? Нет. Нет. Ну, представьте, это возможно вообще? Вот я вышел. Идет пять тысяч человек. Как? Меня все услышат. Это возможно? Рупору не может. Возможно. Все технические средства есть для этого. Второе. Есть закон. У нас продлен режим самоизоляции. Если я выйду с рупором к людям, я первый нарушу закон. И покажу полутора миллионам человек, кто у нас в крае проживает, что я нарушитель. Мне это зачем? Поэтому будем общаться вот в таких форматах, в небольших. Завтра постараюсь выйти, увижу, если где-то ребят. Послезавтра. И так каждый день. Но чтобы выходить на большие форматы, нужно, чтобы открылся, точнее, ослаб режим, связанный с пандемией. Б. Согласованный местной властью митинг или мероприятие. И. С. Звукоусиление. Извиняюсь. Хочется. Владимир. Михаил Владимирович. Мне кажется, знаете, вот должны слушать главы районов. Главы районов должны слушать. У нас никто никого не слушает. Где-то пускай они встречаются, слышат своих жителей, что-то делают. Такого не происходит, никакого контакта. Они сели там и думают, вот все у них хорошо. А народ просто выживает. Все. Вот это досталось. Мы, между прочим, ляпали. В 12 часов ночи у меня есть бедо. В 12 часов ночи с лопатами бегали и перед вашим приездом ляпали эти дороги. Это смешно. До абсурда доходит. Просто до абсурда. Вот это во всей стране происходит. Это страшно. Вмечательно. Поэтому я буду ездить по всему краю как можно больше. Вы на легковушке проедете. А я вот специально. А вы сейчас приедете в Гавань и просто подъедете. На автобусе проедете? Да, да. Кстати, в Гавань заедет. На автобусе поездим. Будем с народом общаться. Еще раз повторяю. До сентября 2021 года временно исполняю обязанности. Прислан. Если кургал освободят. Да я уже говорил. Вы не слышали? Слышал. Ну и все. Я с ним не буду конкурировать на выборах, если он соберется. Конечно. Поэтому, ребята, я абсолютно откровенно с вами общаюсь. Так как большие у нас очень расстояния, я стараюсь через соцсети подписываться на мой инстаграм, телеграм и твиттер. Каждый день я веду диалог с народом пока в такой форме. Более близко и лично и будем налаживать. Договорились? Позвольте, я поеду в Совгавань. Там тоже идут. Колеса ко мне стоят. Спасибо. Спасибо вам за остановку. Давайте с людьми всего доброго. Спокойной дороги. Есть такой дом, Московская 22. Дом уже стоит. Две недели без воды. Это Ванинский район? Это Совгаванский район. Его не помыть, не подмыть. Подходили к главе гадки с дома. Ребята, всем руки не жну. Мы говорили. Спасибо, ребята. Спасибо.